Песня Господи, благослови наши занятия, чудеслава, веки веков. Аминь. Аминь. Свои занятия. Свои занятия. Песня на 4.32. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Толкование. Так как недостаточно только удерживаться от зла для получения царствия, но нужно делать добро, ибо если мы будем пренебрегать деланием добра, то попадем в гиену, если даже не сделаем зла. Как это видно из многих мест Евангелия. Посему Павел, отвергая дурное, склоняет к деланию добра и говорит, будьте добры. Противоположность гневу, сострадательны. Противоположность жестокости, прощайте друг другу. То есть, бывайте снисходительны, прощайте согрешающих против вас. Противоположность злобе и злословию. Так, как, например, гораздо убедительнее, то и он представляет образец Бога. Он мог даже указать на то, что Бог сказал, прощайте, прощены будете. Но так как многие сомневаются в будущем, то он указывает на то, что совершилось, говоря, Бог простил нас. Таким образом? Во Христе, то есть с опасностью для Сына Своего и даже с закланием Его. Ты, может быть, прощаешь безопасность для себя, а он не так. Ты прощаешь брату своему, а он отпустил и простил тебе, когда ты был врагом. Заметь так же, как он вместо того, чтобы сказать прощайте друг другу, сказал себе самим. Показывая, что когда мы прощаем друг другу, этим самым и себе заслуживаем милость. Конец толкования. Бог во Христе. Говорите. Бог во Христе простил нас. А не во Христе не простил? Как объяснить это выражение? Бог во Христе простил нас. Во Христе. А не во Христе? Свойство Божие таково, что он не может простить грех просто так. Должна быть пролита кровь. Во Христе простил это значит, что за наши грехи вымер Христос. Христос взял на себя грех и мира. Поэтому во Христе. А не во Христе, он Бог так устроил. Возмездие за грех смерти. Это его сказал, да и аминь. А если смерти нет, то грех не прощается никак. Ладно. Должен человек за грех умереть. И верующий человек, что за его грехи умер Христос, Бог его прощает. А не верующего, что за его грехи умер Христос, гордец, Бог его не прощает. Поэтому во Христе, это значит, что человек принял, что за его грехи умер Христос. Ты говоришь, что Бог не может прощать. Так он что, мстительный? Почему он не может прощать? Почему? Может во Христе. Может, а не во Христе. Так вообще говоришь, что там-то было. А в чем эта суть-то? Почему он не может простить? Потому что он сказал, что возмездие за грех смерть. Бог справедлив, надо было сказать. Это справедливость Божия. То есть Бог сказал, надо выполнить. Закон должен быть выполнен. Это справедливость Божия. А милосердие его проявляется во Христе. А Бог и Христос это одно и то же. Разрешишь, а правил будет тебя? Да. Бог-то как раз несправедлив. Больше всего. Более несправедливое, что Бог-то нет. Он милосердие. Виктор Геугов говорит, у тебя, говорит, 500 имен. Но самое лучшее твое имя, говорит, сказал Соломон, милосердие. По справедливости нам даже в аду места нет. Какая справедливость? Мы его... Сохрани Бог по справедливости, судите. По милосердию. И нас, грешников, он возлюбил. Это вас в семинаре учить неправильно. Нет, меня не учат так. Почему он простит? Не может простить. Потому что свойство Божие такое. Написано, он не может отречься само у себя. Почему? Это не его свойство. Даша, он не может изменить слово. Он не может. У него свойства такого нет. Нету. Допустим, возьмем, ну какой некрасивый там барашек-то. Агнец Божий. Но летать он не может. У него свойства такого нет. И какой голод некрасивый избранный. Он не может плавать. Потому что это не его свойство. А утка плавает. Так и Бог не может себя отречься. Написано. Его свойство такое, что он грех несет смерть. И возмездие для грех смерти. И поэтому... А я прощаю. Бог простил бы. Не простил. Он за грех отдал сына, который его жертву, возмездие. Достаточно еще бы миллион разных таких эпох было. Этого достаточно, чтобы всех простить. Он ответил абсолютно правильно. Какое качество Божие назвать? Почему Бог не прощает? Не надо. Это его свойство. А без Христа не прощает. Вот просто так. Еще раз говорю. Это его свойство. Это вот по ком, это вот система. В семинарии везде. И дальше не попадают. Все. Вот допустим, я им не нравлюсь. Но меня надо вогнать в сектант. Они меня зовут сектант, сектант, сектант. А что сектант им дальше говорят? В сектантов нет икон. Нет епископа. И они правильные. И вот они к нам приходят, иконы. Ну, у него-то написано, нет икон. Откуда же они иконы-то взялись-то? Ну, потому что ты заранее сказал, что сектанты. Это не сектанты. Ну, тогда икон не должно быть. Он уже, что ложный посул, что сектанты, он не может никуда деться. Тогда они говорят. Это Тамара, которая умерла. В Калачках-то. Они говорят здесь. А это, говорит, они специально повесили ради вас. Так, а я видел, вы говорите, епископа нет. У него написано сектант, епископа нет. И теперь он не может отсюда выйти. Они говорят, так к ним приезжал епископ. Приезжал. Какой епископ-то? Они только так вот, как надо оплодотворить пчелы. Оплодотворяются трутям-то. И как только оплодотворилось, их трутия сразу за шивороты выбрасывают. Больше вы нам не нужны. Ей на два года хватит одного оплодотворения. На миллион этих хватит-то. Так и здесь. Епископ у них, это как матка в уле. И он только проведет, говорит, службу-то. Они его палками гонят. Говорят, у них там рядом роща где-то. За самую рощу палками его бьют и гонят. Почему? А у них установка. Он первую сделал ложную установку. Свойства. А дальше он... А просто отступись от этого. Туда икона тогда у нас на месте. Епископ у нас на месте. И тогда слово сектант отпадает. Вот в чем дело-то. Ты не зацикливаешься на тех установках, которые сатана построил. Это Божье свойство. Свойство его. Никакое не надо. Ни по справедливости никуда подгонять. Не надо. Это его свойство. Он не может отречься с самого себя. Не может. У него нет этого свойства. Мы можем. Сегодня я тебе верный был. Бог не изменен. А мы изменяемся. Но поэтому мы по образу Божьему, но не по этим качествам. Но он свободен. Нам дал свободу. Вот бежит как человек быстро. Смотри. Давай гляди, что из юбки выскочит. Вот в рамках рассуждения. Я не утверждаю просто рассуждения. Вот Бог сказал... Подожди, пап. Вы что слышали? Приняли сердцем? Что сказал? Теперь нужно тебе ломать то, что я говорил. Ты не забывай. Я не ломаю. Ну давай. Нет, я могу вообще замолчать и не говорить все занятие. Это будет лучше тебе в заслугу поставить. Сколько бы ты ни говорил, ты будешь говорить только против себя, а не против того, что я сказал. Что я сказал, это подтверждено Библией. Библией. И поэтому самое неприятное для нас, когда Бог будет по справедливости поступать. Вот это самое страшное. Ну справедливость. Я блудник. Я убийца. Как Агафон говорил. Да ты женщин-то не видал. А все равно я во сне видал, обнимал. Ну уже в сердце-то согрешил. Да одна жена брата подумала, говорит, под одеялом лежат, чтоб ему повылазило этого человека убийство. Но не согласился только с ересей. Если ты еретик, выпер слезы, никогда не был. То слабость моей натуры, моего свойства человеческого, а это умышленно я отвернулся от Бога и пошел к еретикам. Вот как рассуждают люди. Люди, которые находятся в церкви. Сектанты этого не понимают. А где двое или трое? Двое или трое мужики под забором выпивают одну бутылку. Они все время на троих сообразим. Двое или трое собраны другой силой, не сами. И во имя его, то есть точно по Евангелию. Давайте, что у вас там за тема? Пятая глава Ефесянам начинается. Благарик, гони ее, вперед. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, толкование. Как Господь возлюбил тебя, так и ты люби брата и подражай Богу по возможности. И нельзя здесь отказываться бедностью и говорить, если отпущу, то потерплю убыток. Но прощай согрешающим ударом и без издержек, и ты уже получил великую выгоду. То есть стал подражать Богу. Потом оказывает и на другую причину более благородную, как чадо возлюбленное. То есть и другую необходимость вы имеете подражать отцу вашему. И так как не все дети подражают своему отцу, то прибавил возлюбленное, потому что таковые подражают отцам. Конец толкования. Вопрос. Вот человек должен подражать Богу. Бог не прощает грех просто так. Я должен брата простить. Просто так. Просто так. Сложно. Вот нет. А если брат не раскаивается, должен я его прощать или нет? Внутри на него ничего не имеет. Вот они нападают, они никогда не выходят. Скрытные, волки, хищные. Я их называю потерявшие кодла. Собаки беспризорные, шакалы. По-другому не назовешь. Я каждый день молюсь, Господи, в судно и страшный день непоменимых безумия. Меня сейчас слепляют с Осиповым. То они меня с Андреем этим ткачом слепили в один ролик. Я говорю, что патриарха не надо сейчас долбить. За него надо молиться. Он ничего не сделал против того, что есть. Уже все католично провоказывается. Как крестик, и бритвы. Ну, сплошь и рядом все католично. Еще он зоназируется на него. А то выступают в крещениях. Два беса встретились. Патриарх бес и Папа Ильички бес. Это не судить? То есть безумия конца нет. А теперь с Осипом. Осип обговорит против старшества. Что там старцы. Берут над ними власть такую. И с моего ролика берут. Мы на плотине работаем. Долгим там. Это было у меня подчиненное. А я старец. А какая старец? Я тебе показываю вперед, что делать-то. Я впереди вас пришел. Моги отмерзают. Я работаю. И тебя еще там караулю больного на тележке. Ну, а другой пример. Брат, допустим, у брата занял деньги и не отдает. Он говорит, ну ты отдай. Он говорит, а ты должен, ты христианин, должен мне простить. Просто так. Ну, тут понятно, что дурит. Ну, а тому-то как быть? Подавать на него в суд или идти? Вот у меня взял деньги. Он не отдает. То есть я говорю, ты совсем не будешь отдавать-то? Тянет. Я говорю, давай договоримся. Ты у меня больше не просишь и не отдаешь. Сейчас станем перед Богом. Я скажу, Господи, примета, как милостыню. А с него Бог здесь считает, когда надо. Ты отдашь милостыню, тоже милостыню. Мне уже не отдавай. Не приноси. Но в милостыню договоримся. Ты заплатишь, как за хейгат. В четверо кого обидел. Ты в четверо. Я тебя поставлю на колени. В один день. Понял? Я ему простил и одновременно навесил на него. Теперь ты делаешься должником, не мне Богу. С долгами ко мне не приходи. С расчетом. Я уже не беру назад. Ты не отдал вовремя. Договорились. Больше не приходи. Я тебя прощаю. А что хуже для него? А? Что хуже, быть Богу или вам? О, понятно. Что хуже? А Господь говорит, что легче сказать? Прощается тебе грехи твои или стань и ходи? Сказать проще. Прощается грехи, а там проверяй. А вот встань и ходи. Люди считают, ну как же, парализованно. Это проще всего для Бога. Для Бога воскресить Лазаря легче, чем для нас сонного. И вот 10 раз, да, встань ты, я поздно лег спать. Ну, вставай. А что вставать, еще не расцветало? Да хоть маленько расслабиться пришел. А Бога сказал, Лазарь, гряди вон. И все кончилось. Лазарь спит, он спал. И они-то ученики так и понимали. А тогда Господь говорит, умер. Прямо говорит, умер, умер. Встань спящий. Воскрес не из мертвых. И осветит тебя Христос. Понимаете, когда ты будешь пропитан, как Серафим Саровский говорит, чтобы каждое наше слово было пропитано Евангелием, тогда у тебя все толкование в голове мгновенно все войдет. Если что-то не так, видите, на улице вышел дождик. Дождик начался. Давайте, уйдем, а что? Просто закапывай. Библию не откроешь. Ну, подожди маленько. Да, лучше раздевать. Проголосовать надо сначала. Вы меня, говорят, сблатовали тут быть. Я согласился. Это точно. Кто за то, чтобы уходить опять вовнутрь? Вот так Библию не откроешь, ведь она на ногу. Все, тогда сидите здесь. Не надо. Пять минут подождать. Подождем. Пять минут решили подождать. Кто она такая, чтобы командовать пять минут? Кто не голосовал? Ну, я сказал. Ну, зачем вы пять минут назначаете? А Бог сделает шерезь шесть. Вы помните, когда Иудифна пошла, они говорят, мы решили три дня открыть ворота. А с чего вы решили три дня-то? Она говорит, там что, Бог открыл? Нет. Ну, Бог решил через три недели решить вопрос с Аллоперным, башку ему отрубить. И она так и сказала, что вы Богу назначаете сроки. По-человечески, да, мы больше не можем. Давайте через три дня помолимся. Пять минут. Но я не за то, что пять минут. Посмотреть, что дальше будет. Но пять минут мы учтем. Трусливый человек уже заявил о себе. Ей наоборот, она бы сказала, закислое в этих четырех каменных стенах, в этом железобетонном зверинце. Посижу здесь, путь на голову покапает мне дождик. Давай. То есть вот еще подвести итог. То есть вот на этом примере прощение не за просто так мы уподобляемся Богу. Нет, не так. Он простил нам, простил. Он-то простил, и ты за просто так прощаешься. Не просто так. Он простил нам, потому что он взял на себя вину. Во Христе. Он взял на себя, да, Бог во Христе. И ты возьми эту вину, долг погаси и больше не сей. Да, да. Если мы прощаем просто так, то мы тем самым потворствуем злу. То есть он дальше, у тебя займет неадо, у второго займет неадо. А тут вот такое вот, как бы, да, я тебя прощаю. То есть сам ты прощаешь, но ты и о том человеке должен о грешнике думать. Брат, ты забыл простую фразу. Просят как? Ради Христа прости меня. Ты забыл эту фразу? Приходят к тебе и прости ради Христа. То есть он заплатил уже за то, что он тебе должен. Это тоже лукавство. Почему лукавство? Если он приходит ради Христа просить, значит ради Христа. А если просто прости, то это ты вот будешь уже говорить. Старообрядство тоже. Так прости ради Христа, чтобы тебе повылазило. Это тоже такое. Сережа, смотри, мы идем по камере. Открывает нам, который дубак называется, там дубачка. Так. Добрый день. Мир вам сказал. Так, мы принесли слово Божие, вот там, Евангелие, так, иконки. Кто возьмет? Я, я, я. Все так, подождите. Это хорошо, похвально. Но кто берет, я даю во имя Христа. Если вы повредите хоть один листик, вы отвечать будете перед Богом. Тих, ни одного нету. Ни одного. А дальше что? Ты не выйдешь, никогда сгниешь в тюрьме. Под амнистию не попадешь. Я тебе расскажу, что такое. Нет. Зачем я буду брать? Один встает и говорит, я возьму. Почему? Я нигде не поврежу. Один говорит, у него вот уже целая сумка набрана. И он другим дает, считать и назад возвращает. Вот такой. Вот я ему даю. Но я беру его под условия. Я даю во имя Христа. Перед Христом теперь отвечаешь. Я библиотеку дарю в каждую библиотеку. Это 600 библиотек. По 750 евро. А то цена большая сегодня. Умножь на 80. Ну и куда потянет-то? Но я делаю во имя Христа. А теперь книги мои, патриархия там выманывает или как-то. Уничтожит, сжигает, пока ни одного случая не было. Но если такое. У меня не касается книги-то не мои. Я отдал Христу их. Вы перед Христом будете отвечать. В каждой моей книге 3000 ссылок только на Библию. Библейские выражения. Вот где. Прикройте у себя эти тетради-то. Жена рассказывала. Опоздала на лекцию девочка. Ну, на лекцию студенту. И заходят. Пустите меня, пожалуйста. Он так строго на ней писал. Ну, ради Христа она. Вот, пацану, но только ради Христа. И запустила. Ну, только ради Христа. Видимо, опаздывала часто. То есть, прощение. А ты уже имею в виду, что Христос никогда не опаздывал. Он вовремя успевал. По расчету. Он, если бы ты был здесь, не умер. Он мог быть здесь. Он специально дал ему прокиснуть этому лазарю. Чтобы развонялся. А чтобы никто не говорил, что подделка какая-то. Ну, все теперь. Это не консервная банка была. А жаркая могила. И почему, говорит. Там смердит уже. Все, Игорь. Пошли дальше. Прикрой просто. Второй стих. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Благоухание приятное. Толкование. Вот основание всего. Потому что, когда есть любовь, тогда не будет ни крика, ни ярости, ни злословия. Но все это будет уничтожено. Посему он и поставил главнейшее в конце. Научая также это муж, от чего мы стали чадами божиими. Именно от любви. Поэтому мы должны пищись о ней, как об источнике божественного усыновления. Подобно тому, как мы, болезни получив пользу от какого-нибудь лекарства, даже самое название этого лекарства уважаем. Так точную любовь мы должны ценить, ибо вследствие ее Господь предал себя за нас. Но он предал себя за врагов, а ты будешь прощать друзей. Посему ты тогда действительно будешь подражать Христу, когда будешь делать добро врагам. Ибо тогда только сохранит свое значение слово как. Умереть за врагов, вот жертва благоухания приятная, чем и стал Христос, приняв смерть за нас, врагов. Вот это и значит подражать Богу. Конец толкования. Вопросов нет? Считай дальше. Третий стих. Вопросов? Вопросы? Может, дополнения хотели бы расширить? Вот я бы хотел расширить. Первое Богу, что Бог не прощает, это вот, когда тебя просят ради Христа, надо прощать, если ты ради Христа. А здесь ситуация другая. Подражайте Богу и прощайте врагам, ведь Христос-то умер, когда мы были еще грешниками. То есть, поэтому, и даже если Он тебя ради Христа не просит, ты Его должен прощать. Вот как раз в этом стихе раскрывается, в чем мы подражать Богу. Христос-то умер, когда мы были врагами Богу, а Он берет и умирает. То есть, берет вот эту всю вину на себя и просто так берет. Поэтому мы должны, и когда даже нас не просят ради Христа, мы должны прощать. Вот ответ на твой вопрос только в этом стихе. Ну так вот опять же условие, просто так вот, не просто так, а сына своего отдал. А ты подражай его сыну, сыну подражай, и тогда тебе никаких проблем не будет. Просят тебя, не просят. Без проблем, говори, мне это чуждо, прям не приятно. Как сыну на крест пойдешь за врага, что ли? Да ты хотя бы прости, на крест-то уж ладно, можешь и не ходить. Но иногда сердце вражда, что она горше всего. Тут как рассуждаю, тут подобие. Господь есть глава, Колоссинам 1,18. А церковь, это тело его. И далее покажу тебе бракагнца. Церковь называется невеста, жена, так? Ну и вопрос дальше ставит. Скажите, были моменты, когда церковь не слушалась? До такого момента не было, чтобы она слушалась-то. Наоборот. А что он делает? Он переворачивает ее, он ее кверх ногами ставит. Он ей заворачивает подол выше головы. Он ее лупит, только брызги летят. Ну вот я так с женой, говорит, и поступаю. Он берет оттуда. Ты понимаешь, что... Ну написано, говорит, как Христос поступать в церковь. Так, я с женой. А она образует, как муж любит жену. Написано. Ну теперь попробуй опровергнуть ему. Бьет, значит, любит. Да опровергать, что он не по заповеди Божьей поступает. И что подражать-то грешнику? Нет. Она не слушается. Она не слушается. Не просто не так. Она явно не слушается. Прям никак не. И поэтому я ее и учу, как Христос церковь учит. Там же написано еще, мужья, любите своих жен, как свои тела. Вот ты же не скажешь, что Христос не любит церковь. Хоть один момент был бы в жизни, чтобы Христос не любил церковь. А как он наказывает? Ее в плен отдает. Всех священников расстреляли в Бутово. Храмы все разрушили. Пришел Сталин, пришел Ленин, пришел Гитлер уничтожает. А Христос любит и любит и любит. Вот и я так и делаю. Понимаешь, это непростой вопрос. Христос любит души людей, спасает их. А здесь речь идет о взаимоотношении плотском мужчине и женщине. Нет, я ее зову в церковь. Я как раз душу ее спасаю. Она пост не соблюдает. И прихожу, вижу, говорит, она уже опять колбасу трескает. Я как колбасу, я дал ей по морде, говорит. Собака, никак не нажрешься. А я, говорит, выросла в аптистской семье, не могу никак. Православие приняла, говорит, так постить тебя не могу. Как увижу колбасу, у меня руки трясутся. Только в город заезжаем, он кричит, подожди, там пирожки продаются. Я говорю, Игорь, да у тебя уже пузо-то не влазит в двери-то. Не надо. Ну. Нет, мы начали с того, со стиха, что как муж любит свою жену, так и Христос церковь. Так вот, с этого места. Так вот, а еще в другом месте написано, никто не имеет нености к своей плоти, так и муж должен к жене относиться. То есть, этот стих располковывается другим стихом. То есть, ты к своей плоти не имеешь, будешь себя бить, как вот, по-моему, в испании. Да, именно так и делали святые. Они себя терзали, казнили. Так как святые-то были монахи, они же не были женаты. Попробуй. Если бы он женатый был бы, наверное, по-другому относился бы. Ну, можно я спрошу тогда, Игнатий Иванович? Так что этот мужчина, он делает правильно, что бьет свою жену колбасой по морде? Или еще что-то? Он делает правильно, как христианин поступает? Более зловредного создания нет на земле. Чем женщина. Чем женщина. Серахова говорит, горше смерти. Она может и платок надеть, и юбку длинную, и все. Но как только вышла замуж, шабаш, она распряглась. Она опять будет к старым своим этим дружкам сжать все. Почему? Потому что корни не те. Истинного обращения не было, покаяния не было, рождения свыше не было. Но замуж выйти престижно. Да еще если парень из себя так, да деньги зарабатывает старается. Она, как горько говорил, в 10 лет, 11, 99% желает только выскочить замуж. Вот она маленькая, у нее сестерка, а я замуж не пойду, дома у папы хорошо. А сейчас подрастает такая красавица, ясно дело, что будут ее обнюхивать. Он правильно делает, как христианин, или нет? Есть стих Библии. Когда, что делает? Когда жену свою бьет. Есть стих Библии. Мужья, любите своих жен, как и свои тела, ибо никто не имеет ненависти. Игорь, это был вопрос не к тебе, а к днатиханович. Ради спасения души, ты же сам сказал, да ради спасения души еще не сделаешь. Не бойтесь убивающих тело, а что он его тело не убивает? Ну образно скажи, лежит человек неразумный, пьяный на нарезках, а поезд идет. Ты будешь уговорить, пожалуйста, поезд перережет. Ты его рванешь так, что может быть ему каблуки оторвутся. Лишь бы стащить с рельс. И она делает абсолютно не то. Вот сейчас страстная неделя. Я говорю, прихожу домой, колбасу опять ест. Я говорю, ну что ты, Галя, делаешь? Ну сколько мы с тобой договаривались? Ты же православная теперь. Православная я, ну не могу терпеть. Колбасу, как увижу, руки трясутся. Ну, что он должен ей сказать теперь? Послать надо женщину. Ну смотрите, мы путаем понятия. Вот смотрите, лежит под поездом человек. Я что спасаю, душу или тело этого человека? Тело. Тело. Я рву ее. Допустим, повредил руку, ну случайно вывихнул. Но я же спас ее жизнь. А теперь духовно. Духовно человек должен сам принять решение. Она подчинится воле мужа только из-за насилия. А добровольно-то не подчинится, а Богу нужно добровольно. Баптист приехал, сидит, поет. А его спрашивают мои там, Михаила, ну а жена-то вернуща, а он здоровый. Ничего не помогает. Он живет у нас неделю, ляжет на диван и поет. Баптистские псалмы. Поет хорошо, голос хороший. А мы говорим, а как жена? А куда она денется? Баптист, куда она денется? В вопросах веры допускалось всякое. Еретиков сажали, казнили. Сжигали их. Да Господь говорит, на лоне твоем лежит и спит так вот. И скажет, пойдем служить другому Богу. Да не пощадит рука твоя, иначе тебе тоже смерть. Когда это в Ветхом Завете было, а вновь за эти христофы, да я говорю вам. Что говорю? Что? Любите врагов ваших. Да врагов не, это божий враг уже. Это не мой враг, не твой враг. Даже Златоуз говорит, что убивать еретиков нельзя, потому что написано в толковании насти, где плевел и пшеница выросли. И тогда говорят, давай жнецы, по-моему, вырвем. Дальше понятно, убивать нельзя. Но он и не убивает, он ее учит. Я, говорит, ее за косишки, говорит, об забор. Ну так и убить можно. Нет, говорит. И она как шелковая, говорит, три месяца забыла про колбасу. Я ее как отбивную котлету сделал, говорит. Все забыла. Она боится кого? Мужа? Мужа боится. Мужа. Мужа. А мы кого боимся? Мы Христа боимся. Мы Христа боимся. А мужа-то что боится? А что Христа боится? Как, говорит, отношение-то, как муж с женой, так Христос с церковью. Это вот аналогия прямая к эфицианам пятая глава. Сначала бодрости, страх Господень, эту жену, и она и мужа, и боится. Нет, брат, ты поторопился сказать. Не зачтется это ей, такая боязнь. Она не будет делать из-за страха перед мужем. А перед Богом-то она будет лукавить тогда. Да я тебе скажу так. Я зато уже, твараг голоден, накорми его, напои его и делай, съесть что? Соберешь горячие уголья. Так ты ему помощь хочешь или угрено собирать? И это объясняется для того человека, который не может простить. Ему говорится, хотя бы этим ты ему отомстишь. А для чего? Ну, ты будешь это все делать, а сам думаешь, вот я тебе эти горящие угли. А Господь и совесть, да, вот подсказывает, что совесть у нее может проснуться. Кто это говорит? Вот, Алентина Пантелеевна. Ну, Алентина Пантелеевна все знает, поэтому тут ничего не скажешь. Она права. Дело-то в чем. Когда она не слушается, и нам дано это, Иоанн Затаус говорит, пока ты делай, ну и с желанием мести даже разрешается. И делай это, в конце концов навыкнешь делать добро и будешь делать уже полюбив. Пусть первый этап будет, а вот тебе еще хуже будет. Я тебе сделаю, тебе будет совесть сжечь, что тебе Бог еще воздаст, а то светочки. Подожди, еще плоды вырастут. Они только подрастают еще, тогда ты поймешь, как мной командовать. Мои дети 18 лет, у тебя по 8 лет, подожди, не суди. У тебя все впереди еще. Так рассуждать. Поэтому делай ему добро, желай причинить боль, страдания сердца. А потом навыкнешь, говорит, и будешь делать уже полюбив. Ради навыка. Она же, она сегодня слушается, потому что мужа боится. И теперь никого не нет. Разогнал всю эту шатю и братью, старые подруги, чтобы ни одной не было. Еще захвачу где-то эту дубину через забор перекину. Подружки перестали ходить. И у меня наладилось все. На что я должен смотреть? Я мужчина. Я навел порядок. И все, говорю, сейчас такая жена совершенно нормальная, говорит. У меня претензий никаких нет. Я говорю, а как любовь? Ну, я не знаю, как любовь. 12-й ребенок родился. Если какое-то отношение это к любви имеет, материнского капитала не обладать, это не от денег заводится, а от любви. Ночная кукушка перекукует дневную. Показывает, вот опять же, о Тьмы к свету рассказывает, которые вы начитывали. Там из разных журналов, не помню из какого места, там отношения одного, по-моему, Матвея и Акулины, любовь. Ну, а она была красивая и послушная. Женился на ней и ни разу ни ссор не было. Ему подходит и говорит, так ты бы хоть для приличия Акулину-то свою побил. Ну, то есть... Мужиком будь. Мужиком будь, побей ее хоть. А он говорит, да за что ее бить-то? Она говорит, ты так послушная. Ну как, просто так найти повод. А он говорит, нет, говорит. Ну, в общем, я просто слушаю, что... И это как бы ему в упривок ставит. И кто советует, по-моему, даже мать ему и советовала. Там не то, чтобы защитить снаху там или что-то, нет. Он так принято, что никогда ни разу. Он говорит, нет и все. И он даже на конфликтную ситуацию пошел. Да пусть они. Да что люди скажут, ты жену ни разу не бьет. А потом такая сцена описывается. Он говорит, да пусть хоть что говорят. Не буду ее бить. Ну, в конечном итоге она и так умерла. Ты расскажешь, как моя мама спрашивает. У тебя, говорит, мама говорит, у нас на болоте растут цветы такие, какая-то называется, желтые цветы. Они очень лекарственные. Если что-то у тебя там болит, то там ревматизм. Их надо накладывать. Ну и как? Я тихо налечила. Как? У них какие-то волдыри были. Они, говорит, все, нет, на пище просидели. Ну и как? Помер, помер. Помер, помер. Я сама советую другому. Ну помер-то не от этого, через 40 лет помер-то. Ну и это я получил, что она его лечила, и он помер. Вот так, Игорек. Ну, смысл в том, что народ так думал, а все по-другому выходило у человека. Человек каялся. И что его бить-то было? Ну, ты знаешь, как с женой бороться? А что бороться-то? Бороться бесполезно с кем-либо. Молитва? Сережа, при твоем всем опыте, и то он удивился даже. Блядь. Он такой поступок сделал-то, не женился в прошлом году. Чудесный мужик. Брат настоящий. Бороться. Чего бороться-то? Бороться. Вопрос в том, что расположение сердца. А так ничего не будет. Не будет? Значит, не получилось. Слышь, вот у меня один знакомый, с одной знакомой. С знакомой 40 лет с ним. Дядь, глянь, 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 закрылась. Ты посмотри на ее снимки, на ее дочерей, какие красавицы там, мать. Я говорю, а мы с ним дружим. Он баптист. Я говорю, ну ты что искал, когда женился-то? Ну, ну, чтобы была не уродливая, конечно, красивая, но... Иван Андреевич все-таки сосватал, нашел в осинниках под березой. Ладно. Ну и что? Ну и чтобы умная была. Ну и дальше выпросил у Бога. Умнее меня оказалось. Вот этого никак не хотел. А что бы ты сделал сейчас? 30 лет уже позади. Я бы у Бога просил тогда, дай мне послушную жену. Пришел опыт, когда шестеро детей уже сами женились. Так я говорю, нет? Капюшончик, с ним не жарко. Не, капюшончик. Ну вот хотели уйти пять минут на еде. А? Вот придешь домой, пять минут, это бодой себе поливай голову. Не буду. Вот так. Видите, как не пошли? Надо подождать, не надо командовать Богу. Никуда не надо было идти. Кто ее поддерживал? Я поддерживал. Вот ты слабохарактерный, такой, как сказать, подкаблучник. Подкаблучник. Я не говорю, ты хотела. Подкаблучник. Самое страшное на земле создание, это женщина. Злая, не знающая. Но я опытом приобрел, что страшнее еще есть. Когда муж подкаблучник и слушает злую жену, у него тогда, кроме к этому злому ее нраву и завели, у него еще и месть Ахава. Он тогда Ахав на пути у нее, имеет царскую власть, у него сила-то была. Он ее слушает и на гуфе под нож послал. Вот муж подкаблучник послушал Иродиаду-то, и ты не думаешь, что он такой был крепкий. Ирод-то, он подкаблучник был настоящий-то. По ее требованию он это затребовал. И все. У меня такой вопрос, и что бог женщине при всей ее недостатках не кладет на сердце добрые помыслы, которые она может своему мужу высказать? Он не должен к ней совершенно прислушиваться, и тогда он не будет подкаблучник. Я думаю, что уместен такой вот рассказ один. Мужик один решил проверить, есть ли мужчины, и не где-то в кавказском народе аварцы. Это Расул Гамзатов пишет. И он тогда набрал смелости и пошел по дворам. А сам решил, два осла, редкий это белый осел, а другой серый-черный. Как найду мужика хозяина, подарю ему белого осла. Даром. Заходит, кто хозяин? Бабы выходят, а что вы хотели? Он говорит, нет, я просто так. Она буквой Ф, она двинулась на него, фу. И в одном только месте. Женщина вышла. Так, что хотели? Я хотел узнать, кто у вас дома хозяин. Так, Расул, иди, тебя зовут. Наконец-то нашел. Она повернулась и пошла. И он говорит, я долго искал, весь аул обошел. Говорит, одного только нашел у вас. Так, я сегодня вам предлагаю взять белого или черного осла. Так, подождите, я сейчас посоветую жену. То есть, советовать-то можно. И он правильно сделал. Понятно? Жена-это дверь. Один женец он описывает. Ну и товарищи говорят, ну, приходи. А он пришел не вовремя-то. Я говорю, дом построил, все. Он пришел, это такие-то здесь живут, здесь, а не школьные товарищи. Ну и все, рассмотрел. А жена вышла. А вы что тут рассматриваете? Да мне, тут же знакомый живет. Кто такой знакомый? Да, назвал. Ну, это мой муж. Ну, вот придет вечером, с шести вечера приходите. Что тут смотреть-то? Ну, вот когда встретился, ну, ты приходил домой, да, был? Все у тебя хорошее, но дверь у тебя неважная. Пришел домой, всю дверь осмотрел, петли висят, все ровно. А жена как начала рассказывать, приходил какой-то прощалыга, бомж какой-то, на его товарища. А он при галстуке, как настоящий масон, это катился. И он тогда понял, случилось, развелся с женой, ну, там, по другим причинам. Наконец, он опять его приглашает. Тот пришел, и она его, жена-то, приглашает. Это вы мужа ждете, заходите. Ой, как он рад будет. Вы школьный товарищ. Вы знаете, как он учился? Знаю, он отличник был. Ему это будет очень приятно. И вот, когда встретился, он его не дождался. Ну, как, дом-то у тебя хороший, но дверей таких я почти не встречал. На диво двери хороши. Вот и все. Это от тебя зависит, какой ты дверью будешь. Да, больше ничем. На красиво, говорит, приятно смотреть, а с приятным приятно жить. Я еще в техникуме знал. Вот ребята дружат, смазливенькая, такая красивенькая девчонка, что-то работает, проекты пишут. Как жениться, если есть родители, советуют брать по сердцу. И родители помогают и показывают. Возьми ее. Если не знаешь, съезди, узнай мать ее. Часто дочь похожа на мать. Очень часто. Не пожалеешь. Она может быть другой, только в том, что сейчас она верующая стала. Покаялась, и все эти домашние отростки оторваны. Вот теперь она другой на мать не похожа. Ну, я занять это. Ты, вопросик. Я вижу, вижу. А если дочь не жила с матерью, на кого поехать посмотреть? Некуда. Некуда. Только с ней уже надо. С ней. Больше не на кого. Значит, сразу брать лучше всего. То есть ее нужно как бы поближе узнать? Я спрашивал, как с женой-то бороться-то? А ты не знаешь. То есть он полная фиаско потерпел. К слову сказать, фиаско. Вы слышите такой разговор? В университете в одном богу. Сидит там кандидат наук и разгадывает кроссворд. Крушение всех надежд. Вторая буква И. Шесть букв. Да, ну не может быть. Да не может быть. Она заходит, доктор филологических наук. Она говорит, ее спрашивает. Как вы думаете, какой это крах всех надежд человека на шесть букв ставить? Вторая буква И. Ты. Да не может быть. Да что это такое? От аргументов, фактов. Да что ж такое-то? Ну, зашла лаборантка. Ее спрашивает. Люда, ты не знаешь, она как фиаско. А они-то думали матерок. А кто зашла? Здесь, говорит, конец всему делу. Так что мы будем думать, какой у нас опыт? У тебя опыта в этом вопросе маловато. Я тебе скажу, если жена не слушается, у тебя только один повод. Быть образцом для нее и молитва. Больше тебе ничего не дано. Рукой к ней не прикасайся. Не бей, не трогай. Ян Глатаус говорит, ты ну и так терзает жену, что нужно подумать, что зверь терзает свою добычу влаговище. После получки аванса. Живут как голуби. Говорят, в порточку вылетает. То он, то она. Вы 10 минут назад обратное доказывали, и я вам пытался опровернуть. Сейчас все наоборот. А ты не знал, не наоборот. Игорь говорил молитвой. Он говорил. Ну, нет, ты какой, он не знает. Как? Вот она не слушается. Я лестовочку в руки и в уголок, в передний угол к иконаме. А обернусь, она стоит рядом, молится. Я застол, она бухтеть начинает. Я опять подался скорее в уголок. Второй раз помолился она опять. Третий раз я не успел, ушел на работу. Вот она теперь переживает. Я говорю, когда ты вот это бухтишь, у меня пища в животе не переваривается. Все. Другого нету. Нету. Она тут же утром уже улыбается, выходит, властится, все. Молитва. Нам не дано другого. В этом-то вся и суть, потому что душа-то ее не изменится, иначе там, вот что-то... Ну, молитва только, молитва. Мусульман, почему они слушаются? Ты думаешь, он молится, что ли? У них там... Мы-то христиане. Ты знаешь, вот у него забор. И она ему не угодила. Или ему надо развестись. Он кричит, сосед. Мухаммад, ты дома? Дома. Я с женой, с Амирой развожусь. Слышал. Он через 5 секунд опять... Мухаммад, я с Амирой развожусь. Слышал, слышал. Три раза крик, а тот ответил, слышал. Все. Она не имеет права в дом заходить уже. Все. Только в дверь и наружу. И назад хода уже нет. Единственное, что я спасаю, что она беременная. Она должна дождаться родиться ребенок, выхормить его в груди, оставить ребенка и уйти. Поэтому ей столько ожерелья, все, все богатство на ней. Все банковские счеты на ней. Он ее не раздевает. А если забыла, сережки сняла, в дом она уже не заходит. И она ходит по одной струнке. Она знает, игры никакой нету. В жару одеты, как в мешке, и никто ничего. Иди послушай, бить или не бить, вот в чем вопрос. Не бить. Пальцами прикасать. Только любовью, как молитвой. Не вздумай бить жену свою. Слышишь? Смотри, не под каким видом. Даже пальцем не трогай ее. Третий стих. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Толкование. Сказав о суровой страсти гневе, перешел к меньшему злу, похоти. Как и законодатель сказав, не убей, что относится к гневу. Затем постановил, не прелюбодействуй, что относится к похоти. Ибо как горечь, крик и злословие есть проявление гнева, так блуд, нечистота и лихаимство происходят от похоти. Ибо по тому же самому и деньги любили и тело. Итак, пусть об этом даже и речи не будет у вас, но всецело будете чисты, потому что слова предлагают путь к делам. Посему, если вы святы... Суть дела, суть дела. Ну не бывает так. Суть существительные и дела существительные. Путь к делам. Падеже. Суть дела. Второе это родителям. С чего нет дела? Ты русский язык плохо знаешь, француз. Путь, путь. Там путь, а не суть. Да. Посему, если вы святы, то и язык ваш да будет свят. Прибавляет и следующее, конец толкования. Понимаешь, человек склонен меняться. Вот мы когда начали делать пруд, подготавливать, то Володя Устина, он сейчас приезжал, заходил здесь, Володя. Ну, моей сестры муж. И он против был. Надо Рыжковский пруд в конце деревни восстанавливать. Он прав. Там пруд очень хороший. Но там людей нет, никто не живет. Это всю деревню надо, в конце там пруд. К этому пруду он даже нужна была пила его. Он не хотел давать. Ну, Андрюше дал. Зима наступила. Надо пруд ощущать. Он на шаг, говорит, не отходил. Ищурки там, и суща носил, и все. Категорически был против. Зима пришла, он за. Но Женя из дома даже не вышел ни разу. Ни разу. Нигде. Вот и все. Был против. Против, прямо не хотел слышать-то. Все по-другому. Что, молитва. Вот так. Тут вот ходят, там ходят постоянно. Что-то высматривают, заглядывают. Вот так всталок. Так, еще дальше, поехали. Так, еще на маячь. Чертый стих. Скажи, скажи, дети, иначе. Да это мелочи все. Да, что тут? У нас ведущий есть. У нас ведущий сказал дальше, поехали. Да. Давай. Так же сквернословие и пустословие и смехотворство неприличное вам, а напротив, благодарение. Толкование. Как отверг крик опору гнева, так теперь устраняет сквернословие и пустословие, как опору блуда. Избегай, говорит, шутливых и срамных речей, и ты погасишь пламень блуда. Потом, чтобы не показаться тяжелым и суровым, пересекая наклонность к шутке, он присовокупил причину этого, говоря, неприличный вам. То есть это нисколько не идет вам. Как сапожник не возьмется делать что-нибудь, не относящееся к его ремеслу, так и христианин, будучи святым, не должен говорить несообразного со святостью. Потому что это бесполезно и непристойно нам. Но если желаешь говорить что-нибудь, так пусть всякое слово твое будет благодарением. И если ты приучишься к благодарению, то припомнишь, кем ты был и что стал, и будешь скорбеть о своей преступности, и изумляться тому, кто удостоил тебя таких благ, и найдешь неудобным говорить что-нибудь другое. Ибо настоящее время не время смеха и шутки, но скорби и борьбы. Враг ходит около, скрижища зубами на тебя, а ты забавляешься и шутишь. Тебе трудно одолеть его и тогда, когда ты храбро с ним сражаешься. Не гораздо ли более, когда ты предаешься забаве. Что же такое шутник? Это человек легкомысленный, делающийся всем наподобие актеров, постоянно переменяющий речи. А это и есть свойство ума непостоянного и чуждого тем, которые служат камню. Большая буква. Конец толкования. А вы слышали такое слово «смехотворство»? Написано? Да, вот сейчас. А смехащество что такое? Смехащество. Напротив смехотворство, смехачество. Почему оно напротив? В смысле? Один смехотворит, другой смехащество смеет. Как скажите, что-то Игорь говорит, у него бывают такие мысли. Я просто уточню, что это рядом они, смехачество, смехотворство. Ну а чем отличаются? Ну вот брат говорит, что смехотворец со сцены творит смех. А смехачество? А он сидит, рот раздевает и смеется, сидит. Задворный Михаил, который выступает сейчас, он кто? Смехотворец. А те, кто уши развесили, те смехачество. А вот есть одна нация, которая все абсолютно высмеивает, абсолютно все. Это что? Высмеивает ядовито так. Против Божьей Матери там все это. Вот это называется смехачество. И Листьев как раз и говорит, вот это что делает евреи, как Аркадий Райкин. Это все смехачество, не только смехотворство. И что делать? Ничего не делать, видишь, что люди несерьезно отойдут. А что ты будешь делать ему? Почему он не смехачествовал, когда в Освенциме был? Майданеке. Все, ослабили уздечку и потеряли контроль над собой? Уповай на Бога. Ты раздеваешь, говорит, рот хохочешь, бывает вот так, гогощет прямо где-то. И не думай, что тебе, говорит, сатана заскочит, рот разденул. Ян Златоуст. Поэтому улыбнуйся, праведнику свойственно, кротко улыбнуйся. И не показывай зубы смехи. А я, говорит, не показываю, у меня их и нет. А вот кощунство и смехачество, они близки или в чем разница? Так, вопрос ко всем, задай. Кощунство? Кощунство и смехотворство смеха. Кощунство, высмеивание святыни. Что? Кощунство, высмеивание святыни. Ну вот сейчас говорю, что смехачество, это вот и есть высмеивание святыни. И как кощунство, это синонимы, получается, слово, да? Или в чем разница? Прогони кощунника, и наступит мир. Соломон знал, о чем говорит. Кощунник, он именно в злобном смехе высмеивает самое святое, кощунник. То есть он уже враг Божий, и его не надо так любить, получается, чтобы прогонять его. Ну вот сарказм, например, когда вот, ну я вспоминаю сейчас, первое, что вспомнил, это вот когда Илья пророк надсмеивался над пророками этими валовыми, он говорит, что ваш Бог там спит или там может быть еще что-то, он же надсмехался над ними. Да, конечно. Задевал их религиозные чувства. А те, в свою очередь, могли бы надсмехаться над Богом и Иговой, но за это... Под ухо вам говорю. Не, не надо, оглушил. А за это они, конечно, могли бы пострадать в конечном итоге. То есть получается, когда надсмехаемся над чужими богами, это можно, а когда над нашим богом надсмехаются, это нельзя. Так получается? Так получается. Да. Потому что там ничего нет, там демон стоит. Ну, там понятно, что... Вы, говорит, принося жертвы, говорит, идолам, приносите бесам. А беса не видал. Ну, ты не видал, а он стоял. Вот смотрите. Юлиан отступник. Он учился вместе, сейчас не знаю, с Григорием Богословом, что ли. И стал императором, был сильный воин. Его избрали, и он стал императором самой крупной империи. И вдруг отступником стал. У него с большой буквы Юлиан отступник. Отступник. И он решил провести обряд раскрещения. Ну, крещение-то в воду три раза. А раскрещение выкопать яму, натянуть решетку, заколоть быка, кровь взять и сверху укропить. Раскрещение. Он это сделал. Но дальше-то надо что-то делать. Людей привязать к какой-то мистике. А была полонова статуя. И эта статуя, приходили перед ней, вопрошали. И он отвечал. Прямо голос, изнутри статуи мраморной раздается голос. И вдруг она перестала отвечать, эта статуя. Он был настолько умный. У него фамилия Юлиан, это Ульянов. Он очень умный был. Я с ним даже не знаю ни одного еретика, что таким умным был. И вот он высчитал все и понял, почему не отвечает идол. Никто не знает. Он говорит, вот это место уже у нас по закону 50 лет. Как кладбище они не пользуются, то его ликвидируют, разравнивают. И там можно строиться, и все, 50 лет. Иначе вся земля будет кладбищами. Так и делается всегда, и в других странах где-то. Ну, можно выкапывать родственники, перехоронить в другом месте. А это место под застройку. И он начал убирать. Убирать. Вот копают могилу вторую, третью там где-то. И наконец останавливается. Похоронен был мученик епископ Вавила. А Ян Затау сразу понял. Не кладбище виновата, а то, что мученик был, и он отнял силу сатаны. Как только мученика Вавилу перехоронили, идол заговорил, и все отступили кладбище, не стали ликвидировать. И он это все в проповеди говорит. А народ-то ничего не понимал. Думал, речь вот о кладбище, не о кладбище. А о ненависти к христианам, о том, что где находятся мощи святого, там сатана приблизиться не может. И идол замолчал, отговорил, дьявол, бес, демон через него. И он Затаусов сел заподметил и говорит. Дальше случилась, большая гроза ударила молнией, и старое капище рухнуло. Но колонны мрамор на одну зацепились, вот как сучки. И вот так стоят треножником. Не могут. Он говорит, почему? А чтобы знали, что такое еда был. Сейчас спрашивают, памятники Ленина на Украине все убирают. Вам в России не пора ли этим заняться? Ну, Сталина сумели же убрать. Почему Ленина не убрать? Ко мне просто вопросы идут. Не знаю. По одному вопросу, конечно, тупого не убрать надо. Более злобного, более страшного человека, как Дмитрий Смирнов говорит, не было. Его даже на земле хоронить, говорит, не надо. Сжечь его в космосе, развеять его, пепел где-то. Ну, а по-другому люди не будут знать, кто это пришел к власти и что они сделали с нашей страной. К примеру сказать, из развалин Гетлер, Адольф поднял страну до самого высокого уровня, возможно, на земле. В то время Россия была на втором месте после Америки. В 30-м году она занимала бы экономически первое место. Пришла советская власть, Ленин, Сталин. И опустили ее до того, до чего дошли, на помойки. Их сравнивать нельзя даже. Да что хорошо? Хорошо, когда с Богом. Мы говорим не о благосостоянии, а о свободе, которую Бог дал. Мы сейчас собираемся, нам нужны никакой нет. В советское время 142-я статья уголовного розыска, уголовного кодекса. Потому что только в определенном месте, где зарегистрированные. А не зарегистрированные, как гнали, знаешь, как их арестовали. Юра Михальков три раза отсидел, инженер-конструктор завода агрегатов. Нет, это аппаратурный завод. Вот и все. Мы благодарны. Вот мы дорогой ехали по всем странам. Ну и везде. Перед нашей газелью. Путин, Россия там. Во Франции, в Германии где-то. Путин и Россия. Люди связывают. А мы должны показать им небо. Россия всегда была убога на передовых позициях по подвижникам, по праведникам. Сколько здесь их было. Вот сейчас святых много. Скажите, у немцев хоть один Серафим Саровский был такой? Ну пусть они опишут. Ну что, Мартина Лютера, баламута будем сравнивать. Никого не сравнять. Даже нету. Просто одного человека так, на вскидку берем, ближайший к нам. Нет таких святых. В отдельных личностях Россия показала себя, что эта страна не на задворках была. А сегодня нам дана такая свобода. Мы собираемся, ездим, молимся, строимся. Государство не притесняет. Я за то, чтобы стабильно вот эта обстановка продолжилась дальше. А не просто воевать там против правителя. Мы довольны. Довольны тем, что не умерли с голода хотя бы. Вот так. Вы считаете дальше, наверное, или кончилось? Нет еще. Тринадцатый стих. Пятый. Пятая глава, тринадцатый стих. Эфесянам. Да. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным есть свет. Толкование. Сказав, что вы свет, а свет облегчает скрывающейся во тьме, он присовокупляет. Итак, если вы будете добродетельными, то не в состоянии будут скрываться лукавые. Ибо как при свете светильника не вышел бы вор, так при свете ваши добродетели будут уловлены и те, особенно если они облегчены вашими наставительными речами. Как рано, когда закрыто, не допускает никакого вращивания, так и грех. Когда же будет обнаружен, то становится светом не сам грех, а делающий его. Ибо когда, подвершись обличению, принесет он покаяние, получит прощение, не удалится ли от него тьма? Или же говорит, что ваша жизнь, когда она открыта, есть свет, потому что никто не скрывает своей незазорной веры и деятельности, А тайной потому и скрывается, что оно достойно тьмы. Это-то и нужно выводить наружу и обличать. Ибо знаете, что никакой блудник, или нечестивый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на суно противления. Толкование. Вероятно, между ефесянами были некоторые, которые говорили, что Бог, желая устрашить, воспретил эти маловажные грехи. Что же худого в слове, чтобы глупец, произнесший его, повинен был гиене? И каким образом лихоимец есть идолослужитель? На них-то здесь и намекает апостол. Это видно из присовокупления. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Ибо суетны слова, которые доставляют временное удовольствие, а к делу оказываются непригодными. Расточать такие слова есть обман. А что лихоимец есть идолослужитель, пойми отсюда, не можете служить Богу и мамоне. Действительно, лихоимец отступил от Бога и служит золоту. Как же после этого он не идолослужитель? И если скажет, что не поставил идолов, что же из этого, что не пославил? Ибо более образованные элины говорили, что они поклоняются не идолам, но Афродите и Оресу, а это страсти. Но лихоимец не закалывает овец, зато закалывает людей и разумные души. Элин поклоняется тварям Божиим, а лихоимец поклоняется собственному призраку. Не Бог ведь создал лихоимство, а наша ненасытность. И я думаю, что Павел сказал это, заимствовав у Давида, но в другом виде, когда, как тот говорил, идолы язычников серебро и золото. Павел по своей великой мудрости изменил это, назвав серебро и золото идолами. Итак, служащий серебру и золоту есть без сомнения идолослужитель. Или по причине блуда, нечистоты, идолослужения, или из-за таких речей обольстителей. Сынами же противления называют очень непослушных, не верящих Богу и распространяющих такие мнения. Конец толкования. Есть ко мнению. Сегодня об этом я говорил, что это не только он торгаш какой-то церковный, в церкви все за деньги, а он идолослужитель. И попробуй сегодня, скажи, вот приди сейчас и скажи священнику, во-первых, он не согласится с этим, а во-вторых, он мгновенно тебя в число своих недругов, врагов поставит. И все. А ты должен сказать, ты должен обличить, как это сделать, вот тебе поприще, а то у меня положение такое, я не могу, как ты не можешь? У тебя рядом человек погибает, и ты не желаешь сказать, ты в церковь ходишь, ходишь, ну почему к священнику не подойдешь и скажешь, что у тебя все за деньги-то? Крещение за деньги, венчание за деньги. А как тогда жить, папу? Очень просто, десятина, святая десятина. И все погибает, еще больше нету. И вот он это выводит, видослужитель, золото, серебро, действительно так. Корень всех зол, корень. Почему такие продажи депутаты, почему милиция, оборотни? Деньги. Деньги дал, все. Ты не виноват. Почему сажают? Вот в Туле, Дудка его звать. Губернатора посадили, лет десять дали. Светково там, Ненецкий округ, прямо на площади там, где Лубянка застрелили. Губернатора Томска, не губернатора, градоначальника посадили. И причина только в одном. Кража пользуется, землю продает там, что-то и прочее. Мамона, что ему не хватало, люди рассуждают? Не хватало. В Россию все разворовали, и нужды никакой нету. А ты скажи. Вот по этому двору, вот я прогуливался с директором ликеро-водочного завода здесь есть, Пальталлер Роберт Робертович. Он очень хорошо относится, ну просто хороший человек-то. А у него в кабинет заходишь, большая приемная, и приемная, я сейчас не знаю, но больше 80 рамочек, конкурс, где его водка, его алкоголь занял первое место, то есть хорошее. Я говорю, сколько ты людей-то отравил? Он говорит, еще лучше. Я Баварину казну наполняю. Я говорю, ты кладбище наполняешь, ты ад наполняешь. Ну как так? Я говорю, ты был лучше водой торговал. Ну я уехал, потом приезжаю в осенью, говорю, ты его сняли. Я ему звоню, он говорит, вот вы мне, говорит, на пророщере. Меня, говорит, сняли, сейчас директором водоканала поставили. Ну потом он пошел на повышение. Вице-мэр о республике Алтай. Сейчас он там. И вот здесь мы с ним ходили, гуляли и разговаривали. И, видимо, где-то его Господь коснулся. Торговать этим нельзя. А что делать с заводом? Закрыть его, сделать, чтобы он какую-то продукцию давал, шил там, или железо выпускал. Вот так. Что у нас по времени-то как? Час, час прошел. Сейчас только? Еще пол, полчаса. Так, вопросы какие? Границы любостяжания. Вот человек хочет себя проверить. А любостяжательный счет нет. Где граница? Вот это. Необходимость. Одежда. Одна машина, вторую машину купил. Необходимость. Отец, в чем сила? В правде, да? Необходимость. Ну вот как необходимость? Необходимость у меня есть такая, чтобы стол был. Все, этим столом и обойдись. Я не слышу. Я передаю мне. Записку напишите, мы передадим. Да. Он не слышит. Необходимость. Необходимость есть, чтобы не умереть. То есть, если возникает необходимость приобретения транспорта, купи. Купи. Возможность у тебя есть. А нет, так и не надо. Нет, не надо менять одно другим. Тебе надо двигаться или шикануть перед кем-то. Почему у тебя BMW должно быть? У меня никогда в жизни не было ни мотоцикла, ни машины. Старенький велосипед. Кикита, на пороси. Да, если тебе надо. Сзади человек просит. Я бы точно вазик не стал бы. Если бы не было. Ну спроси, что вы. Кто запросов? Скажи, Игнатель, что хочет спросить. Вот спрашивают, в чем ведь сила человеческая? Вот сила. В Боге, в Боге. В Боге? Если он верует, что он сильный, его скламить не могут. Бог. Бог только надо. Я в шести тюрьмах, в шести тюрьмах отбывал. В пяти тюрьмах был, прошел здесь. Я видел, как самые сильные люди ломаются. Как на зоне их ломают. Там эти, даже не русские, там чеченцы, дагестанцы. Он из себя тут боевой. А там его в бараний рог. Изнасилуют, что угодно сделать. Пресс-хаты называется. А верующие, они ничего не могут сделать. Ничего. И они это понимают. Убить он может, а больше он ничего не может сделать. Я как бы, да, я остался вот один. Я развернулся и попер вот против всех. Подел бы, нет, спрашивать. Наркоту всю эту бросил. Вот да, базара нет. Вот сейчас пью. Еще чаще. С наркоты на одно перелез. И чем это лучше? Ничем не лучше. А вот как бы выпивать, да, выпиваю. Но остаюсь, каким бы я ни был, я стараюсь оставаться человеком. Ну, только стараюсь. Так, все, давай по делу. Что-то вас оставляет? Так, один вопрос так разрешается задать. Он говорит, я с наркоты и перешел на пьянку. Ну, какая разница? Сатане служил и продолжаешь. На один день дольше проживешь. Такое все. Одинок, нахуй. И не могу сам себя перебороть. Вот как быть? Бог освобождает от всего. Бум это не треугольный. Да, нельзя ругаться никому образом. А вы сказали слово на треугу. Вы матьяки используете. Никак. Но он не показался. Все. Тут дети сидят. И так, говорите. Игорь, тему закрыть. Так, 6-6-7. Если человек ругается, тема намертво закрыта, и чтобы больше ни слова не слышно было. 7-й. 6-й. 7-й стих, да. А 6-й прочитали? Почитали. Да. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Так. Толкование. Понятно. Ну, вы, говорит, не сообщайте с ними. Платон напоминает им о прежней порочности, говоря, подумайте, чем вы были и что стали. А именно, из тьмы светом. Прежде, и по учению, и по жизни вы действительно были тьмой. А теперь свет, потому что и Бога познали, и совершаете дела света. Но это произошло с вами не от ваших добродетелей, а в Господе, то есть по божественной благодати. И слышите. Итак, вы не должны иметь общение с сынами противления, на которых грядет гнев. Грядит. Грядит. Грядит, конечно. И грядер доехал. Грядит. Некогда и вы были таковыми и достойными гнева, но теперь уже нет. Посему не возвращайтесь опять к ними, то есть благообразно и как прилично ходящему во свете. Мало того, и для других повелевает нам быть светом, ибо сын света, конечно, и сам есть свет. Конечно, толкование. Неприлично сообщаться нам с делами тьмы. Ну, и облечать. Ну, и правильно все. Этим спора нет. Все ясно. Поехали. Дальше. Стих девятый. Понимаете, у меня вот заходит и говорит, ладно, вы боролись с тем режимом, облечали там Брежнева, там и другие правители, которые до него были. А почему вы не облечаете сегодняшних правителей Путина? Почему он замолкнет на меня, говорит? Я не отвечаю. Он еще снова, ну, как так, вы так себя показали, там вам только и говорить. Я говорю, а почему ты-то не говоришь? Я свое отработал. Теперь ты скажи. Я облечал ООН, облечал Ленина, Сталина, то есть правительство, ЦК партии писал, патриарху писал о недостатках. Что их ожидает за это? Ну, а ты-то чего молчишь-то? Мое время прошло, я живу за гранью этого. С меня уже спроса никакого нет. Не слышу, не вижу. Кто не против нас, сказано, тот с нами. То есть правительство нас не трогает. Почему нам на него молимся? Мы молимся. Мы молимся за правителей, за всех, какие есть. Благодаряще Бога. Правителям нужна молитва наша. Написано молитва за старей, за начальствующих. Мы молимся за Владимира Путина, за Петра Порошенко, за Эрдогана Турецкого, за Омана Тулеева. Мы их поминаем имена. Оман Тулеев, говорит, тайно принял христианство. Харагандинская область. Кемерск. 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 Вот так. Он самый старейший, старейший среди губернаторов. Чуть ли не с 91-го года. Ну и как он выходит, стоит на капитре, и говорит о Христе, что такого не было никогда, чтобы человек такое влияние имел, и прочее, и прочее. Ну, тайный христианин, говорит. Он тайно принял, а вы откуда знаете? Он тайно принял. Он говорит, тайно принял христианство. Тайно принял. Дело в том, что Дагестан и Чечня заседали какие-то имамы, вынесли приговор смертной казни ему. Где кто встретит, чтобы сразу могли убить его? Это все в интернете стоит. Что он мусульманин, он изменил мусульманство, и такую должность занимают. И мы сразу стали молиться, что Бог его спас. Аман Тулеев. Вот он, который помогает. Агафьи Лыкова, вертолет посылает. А то он везде все. И он выступает, когда говорит. Он всю жизнь проработал на железной дороге. И дети у него там работают. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Толкование. Как бы объясняя нам, кто из чада света говорит, тот, который имеет плод Духа. Ибо Дух производит плоды. Не те, которых впереди мы сказали, но противны им. Благость, которая противоположна раздражению и гневу. Правда, которая противоположна лихаимству. И истину, которая противоположна ложному удовольствию и нечистоты. И говорит о всякой благости. О благости ко всем, не только к друзьям, но даже ко врагам. Конечно, Толкование. Видите, шапочка. А то голову напечет солнышко. И голова заболит. У кого голова, закройте ее головным убором. Если не привычки, голова может запечься. Солнечный удар. У девочек, видите, они светлые, она отражает все. Как зеркало. Благость. Что такое благость? Во всякой благости. Во всякой доброте. В доброте, да? Благо, добро. Никто не благ, как только Бог. Благодать, но слово благодать, как благой дар. Да. Праведность, это благочестивое поведение по правде, да? Ну, понимаешь, ты такие слова говоришь, которые имеют смысл обыденный и таинственный, мистический. И одни словом не ответишь. Праведность понимания мусульманина одна, у христианина другая, у неверующего третья. Слово праведность неизвестно было коммунистам, безбожникам не знают. Остальные-то знают. По-своему хотя бы. Давай. Батюшка, ты не пришел, батюшка, еще нет? А его не будет. Нет, он сразу, он сразу поедет. А? Он к Загуляевым и сразу поедет домой. Ну, сейчас-то он где? У Загуляевых. А? У Загуляевых. У Загуляевых, сейчас. Это для меня неожиданно. Да, 10 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Испытывать есть дело совершенных, могущих судить. Поэтому только несовершенному и невежественному разумению свойственно избирать неблагоугодное Господу, каковы вышеуказанные страсти. Испытывать надо, да? Испытание. Испытывать. Написано, дело совершенных, могущих судить. как судьи, может, наши, нет? Судить, рассуждать, то есть идет, речь идет о том, что испытывать, что угодно Богу, что не угодно Богу. У нас есть Священное Писание, мы можем посмотреть на него и сравнить нашу жизнь. Дальше. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Двенадцатый. Двенадцатый. Ну и обличайте, ибо о том, что не делают тайно, стыдно и говорить. Полкование. Бесплодные дела тьмы и греха, потому что ничто иное приносят, как смерть и стыд. И так, не должно принимать участие в таких делах, но напротив, обличать, то есть наставлять тех, которые делают таковое. Как же в другом месте говорится, не судите? Это сказано вместо не осуждайте. Иное дело обличение и иное осуждение. Первое, служит к исправлению, а второе, к осмелению и наказанию. А при том же не судите, говорит о самых незначительных грехах. Восемь присовокупляет, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего. Намекает также Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе место в Ефесе. То есть обличение необходимо? Даже заповедь Божия обличение. Не судить, но обличать. Обличать. Вот люди не понимают, в чем разница между судить и обличать. Нужно объяснить по Писанию. Ну какая цель обличения? Сказано обличение, осуждение очень близко Серафова написано. Очень тонкая граница. В чем отличие суждения от обличения? Очень далеко божий, что седло. Алексей. У меня есть такое мнение, что обличение это целью исправить человека. А осуждение... Заповедь дается, заповедь обличать. Не просто так, что ну там, не судить. А тут, обличаете. Обличать целью исправить. А денег нет, я никому не звоню. Кому надо, на меня выйдут. Я сказать, никого не вызываю. Они приливы, ко мне идут. Какой вопрос? А вопрос такой, что... Приказа множество. А я еще... Они умеют судить. Вот посмотри, какие на мне соплаки. Какой я здесь. Он работает. Я на молодоженном. Ну сейчас я встретишь, на другой стороне я перебежу. Подумаешь, что раздевать тебя собрались. А я когда иду, мне никто не подходит. Наоборот, от меня прячется. Да, Тихонович, есть повеление не участвовать в бесплодных делах тьмы, но обличать их. В чем разница между суждением и обличением? Никак не разберутся. Ничего себе. Вопрос еще. Суждение и осуждение близкие слова. Осуждение, буквальный смысл, означает приговор без апелляции. Ты будешь в аду. И тебе Бог прощания никогда не даст. Вот это вот, я тебя осудил. То есть я занял место суди, вынес приговор и как палач без апелляции я тебя казню уже. А другое дело обличить. Я начинаю с тобой говорить. Слушай, мы с тобой договорились. Любое дело, где ты живешь, будь хозяином. Ну еще ты все как попало-то. Что не дадешь? Забор посолик, он упал у тебя забор. Мне теперь позор. Там был забор, а теперь один позор. Но я тебе выговариваю, это еще, любя тебя. Потому что тебе жить надо будет. А тебя такого-то, адрагер, за хвост давьяма, никто не наймет. Так я что тебе делаю. Обличаю я тебя уже, потому что ты довел меня до этого. Ну так? Так. Тебе это полезно, что я обличал? Сейчас полезно. Работали, ни одной работы нет, которой ты знаешь. Я беру тебе, показываю, смотри, как делает Володя. Вот гляди. Сейчас посылай Володя. Володя один приедет, все сделает. Тебя послать одного бесполезно. Я говорю, ты со мной рядом будешь. Будем что-то там делать. А может быть место найдется, я среди недели его подтолкну к тебе. Главное, чтобы ты кошек только вывез. Все. Дальше пойдет работа. Нам главное сейчас успеть посадить ветлу вдоль наших дам, чтобы не размыло, чтобы корни пустило. А может что-нибудь благородное посадить? Вот так. Обличать, то есть... Она хорошо расставится. Чтобы явно было это. Эту самую, по-русски даже не знаю, как-то выявить, обличать. То есть истинное положение дела. Выявить лицо, истинное лицо. Да, личину. Лицо показать. Обличать. А можно ли обличать старшего? Смотри, какая ситуация. Ты обличишь, а вон прокурор тебе решку-то наведет. Я, говорит, имею власть тебе сделать, говорит, на 25 сантиметров короче. Наполеон. Обруби тебе голову. Валентина, что вы хотели сказать? А если вместо ветлы посадить какие-нибудь, ну, яблоньки, например, груши? За место ветлы если яблоньки посадить. Обличают злые деда. Яблоки? Яблони посадить за место ветлы. Валентина, говорит. Так яблони-то где? Где сырость? Яблонь еще нам даст там. Она там и расти не будет. Нам нужно срочно такие деревья, которые, ну, любят влагу и быстро пускают корни. Нам для закрепления. Там какие яблоки? Там они и расти не будут. Яблоки сажаются на сухом месте. На сухом. Малина. Очень любит воду. Малина. Ну, а мыши съедят как яблоки ваши? Не знаю. Берите, сажайте. Яблоко обгрызет мышь. Потом что с ним? Там зайцы обгрызают и везде. А знаете, напали бобры, все погрызли. Наша задача закрепить грунт иначе его размоют. Малина любит воду вообще. Ну, малина маленькая, дерево-то... Не понимает. Не любит воду. Первый год. Мы думаем, что выселилась трава у вас или сейчас она намокнет. Траву пустят корень, там хмель оплетет, а мы скорее посадим бетлину и она начнет расти и закрепит корневой системы. Внимание! Тринадцатый стих. Телефон звонит вам. Заканчивать давай. Никита, заканчивать давай. А сколько времени прошло? Ну, заканчивай, ладно. Заканчивай? Замолимся. Сейчас Игнатьев начинает освободиться. Игра, нога. Игра, подсчитай еще раз. Игра, тихо. Да, саможенец. Негативно. Чего пришел? Я не отдам. Я давно могу. Быть, я не извиню. Хорошо. Понял? Что значит это молитва? Помолился тебе? Батюшки покоя никакого нет. Алеша лег спать. Занимогает. Все, Алеша поднимает, еду. Я ему не назначал. Ты так поняли, что именно ты назначал. А батюшка не из тех, который отказался. Правда, он сказал не очень спокойным голосом. Ну, тоже. Так что, все, что уже откроешь. Это мне сегодня уже второй раз приходится. Слушать не хотят. Кто у меня? Предлагает закончить. Да. Володя говорит. Барабаш не может. Потому что полный груз. Не под каком. По телефону. Дам мне телефон сюда. Беру. Так, Игорь. Нет, нет, я взять не могу. Слушай, Игорь, внимательно. Я ему сказал не больше 10 слов. Все, хорошо, забираю. Сила слова. Ты должен ему представить настолько неопровержимые данные. Это в ваших интересах пруды. И каждый день дорог. Завтра уже в листья пускают, она не будет прерастать. Игорь это понял и все свое отменил. Я говорю, ты в следующий раз свои грузы привезешь. А нашего, вот он груз главный, Володя. Он все сделает. Не глядя, что он маленький. У него очень большой талант. Чурки колоть. И он, говорит, я просил у Бога талант научиться колоть дрова. Вы слышали такое? Обычно талант петь там где-то, рулады выводить, как утесов. А он немного просил. Как правильно колоть дрова? Для свидетельства, Игорь. Здесь надо помнить. Для свидетельства о Христе. А для свидетельства о Христе еще? Его нанимают, он едет в другие даже в места. Вначале тогда, когда еще сидят щуки. Это не на щуки-то. На ферме щуки язык вызываешь. Там бывает, например, сантиметр раздачает. В каком направлении вы давите, как оторвать. Он в прошлом году послали, Никита. Он в тополистик-то заслалит ему. Давайте. Достойно есть. Достойно есть. Песня. 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 На Тихоныч, помолитесь. Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Помоги нам исполнить слышанное. Найди наших родных и близких, не знающих Тебя. И сделай благословенной эту встречу Отца и Акима с Ильей и Валерией. Мы отнуждаемся в Твоем благословении, Господи. Без Тебя мы ничто. Прими нашу молитву и о правителях. Сохрани их от покушения на них. Продли еще этот мир. Даруй его Израилю, Россию, Украине и Сирии. И прими наше воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам, молиться о них. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Оля, переодеваться быстро! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok